Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня я хочу вам рассказать про очень интересный конкурс. Условия конкурса. Вы должны подписаться на YouTube канал Быть Программистом. Также вы должны подписаться на Instagram Александра Сакирки. Добавить друзья Александра Сакирку в ВКонтакте или Фейсбуке, кто чем пользуется. И также заполнить форму для розыгрыша. И все ссылки на данные соцсети вы найдете в описании к этому видео. Когда будет розыгрыш? Розыгрыш будет 20 сентября. Это будет онлайн-трансляция в 19.00 на канале Быть Программистом. Из всех, кто заполнил форму, рандомно будут выбраны победители. Какие призы? Это будет 4 курса с сайта GeniusCourses.com. Один человек получит курс по Envato стоимостью 600 евро. Также один человек получит курс по верстке стоимостью 400 евро. Один человек получит курс по WordPress стоимостью 100 евро. И также один человек получит курс по интернет-магазину стоимостью также 100 евро. То есть 4 победителя получат по одному курсу. Помимо 4 победителей будет определено еще 2. Первый – это самый активный комментатор на YouTube. Подарок – курс по WordPress Redox или WordPress интернет-магазин на выбор. И второй – это самый активный комментатор в Instagram. Будет такой же подарок – один из двух курсов на выбор. Более детально о конкурсе вы можете посмотреть в данном видео на канале «Быть программистом». Сейчас мы обсудим тему фриланса. Так как на канале много начинающих и большинство из них хотят заниматься именно фрилансом, я решил более детально рассмотреть данную рубрику. Пишите также вопросы, которые вас интересуют касательно фриланса, и обязательно сделаю про них видео. Ну а в данном видео мы начнем с того, что я расскажу, как же все-таки начать на фрилансе. Первые шаги фрилансера, какие фриланс-биржи использовать и что нужно уметь. Я думаю, что сначала нужно определить, что такое фриланс. Фриланс по своей сути предлагает вам использовать ваши знания в обмен на оплату. Если у вас есть определенные навыки, то конкретный клиент или бренд или бизнес, у которых есть определенная проблема или задача, могут их решить благодаря вам. Крутая часть фриланса состоит в том, что существует так много разных типов работы фрилансеров. Вы всегда можете изучать что-то новое или менять рот своей деятельности и оставаться также на фрилансе. Сейчас почти все может быть передано на аутсорсинг. Вы можете быть дизайнером, можете быть разработчиком, копирайтером или маркетологом. И это только малая часть того, чем вы можете заниматься на фрилансе. Так как вы смотрите каналы веб-разработки, я предполагаю, что вы начинающий веб-девелопер. И будем рассматривать фриланс именно с этой стороны. Далее вам все равно необходимо выбрать сферу деятельности. Я рекомендую выбрать определенный язык программирования и примыкающие к нему технологии. И заострить на них внимание. Всегда лучше быть экспертом в одной области, чем знать все понемногу. Например, вы решили работать с языком программирования PHP. Вам также нужно знать HTML, CSS, основы JavaScript и CMS, что очень требовательно на фрилансе, особенно WordPress. Или фреймворки PHP. С таким набором вы уже можете претендовать на то, чтобы взять какие-то проекты, зная их на начальном уровне. Но что очень важно, вам необходимо составить портфолио. Будет достаточно 5 работ, но это должны быть такие работы, за которые вам не стыдно и их можно показать на любом собеседовании. Добавьте интересное описание своих работ, сделайте картинки, которые цепляют взгляд и оформите их как следует. Если у вас нет портфолио, сделайте следующее. Придумайте для себя работу и выполните ее. Соответственно, потом напишите описание, приложите картинки. Это будет вашим портфолио. Выполните также для кого-то заказ бесплатно и положите эту работу в портфолио. Ну или если у вас есть опыт работы в компании, попросите вашего бывшего работодателя разрешения на размещение ваших последних работ, выполненных в компании. Фриланс это не просто образ жизни, но и доход, который позволит вам жить. Когда дело доходит до первого заказчика, вы должны рассказать на весь интернет, что готовы взяться за такую-то работу и оставить свои контакты. Пишите по всем форумам, пишите по всем социальным сетям, разошлите письма бывшим работодателям, которые знают вас и, возможно, передадут вам часть работы по причине своей загруженности. Да, такое тоже можно встретить. Но где найти первых заказчиков и где найти последующих? Ответ на самом деле довольно-таки прост. Это фриланс биржи. Это такие сайты, которые связывают фрилансеров и потенциальных заказчиков. Лично я рекомендую вам регистрироваться на двух очень крупных биржах, это Upwork и Freelancer.com. Почему именно так? Именно на этих фриланс биржах вы можете сразу зарабатывать хорошие деньги. Я вообще не рекомендую регистрироваться на русскоязычных фриланс биржах. Это бессмысленное занятие и очень мелкие цены за выполнение работ. Для того, чтобы работать на Upwork и Freelancer, вам понадобится знание английского. Но это действительно того стоит. Это в очередной раз показывает, зачем знание английского веб-разработчику. Вам нужно будет обсуждать проект с заказчиком, разговаривать с ним в скайпе и вести постоянную переписку. Но так вы сразу можете понимать, что на зарубежных биржах вы можете зарабатывать в 5, а то и 10 раз больше. Это все благодаря курсу доллара и благодаря тому, что зарубежные заказчики платят на самом деле больше. После того, как вы зарегистрировались на биржах фриланса, вам необходимо хорошо заполнить ваш профиль. В начальном этапе это просто 90% вашего успеха. Должно быть описание того, чем вы занимаетесь и какие услуги вы предоставляете. Также должны быть ваши примеры работы обязательно, то есть портфолио. И, конечно же, контактные данные. Указывайте по часовую ставку. Очень тяжело оценить свои способности, особенно если это первый опыт работы. Но нельзя сильно занижать свою цену. К примеру, Junior PHP разработчик может рассчитывать на 8-15 долларов в час. Middle от 15 до 30 и Senior от 30 и выше. Указывайте скиллы. У Upwork их довольно-таки много. Желательно указать все 10. По ним работодатель будет осуществлять поиск по фрилансерам. Что ж, а дальше только ищите первый оптимальный заказ для себя. Вначале нужно искать проекты, за которые заплатят примерно от 20 до 50 долларов. На большие заказы без отзывов вас, скорее всего, не возьмут. Не занижайте ставку. Называйте реальную цену. Иногда можно указать цену выше бюджета. Так вы привлечете внимание, но это на крайний случай. Не бросайте заявки на все подряд. Также стоит понимать, что на легкие проекты сбегается множество индусов и таких же новичков, как и вы. И то есть вы, если вы без отзывов, вы просто затеряетесь в этой всей толпе. У вас может быть шикарное портфолио, но заказчика нужно заинтересовать заглянуть туда. Так как у вас нет отзывов, вы должны брать своим сопроводительным письмом. О сопроводительных письмах я сделал отдельное видео. Их можно писать очень по-разному. Выделили лишь то, что нужно писать уникальными письма, в которых вы покажете, как будете решать проблему, которая возникла у заказчика. Не стоит смотреть на проекты, опубликованные более чем 2-3 дня назад. Скорее всего, на них уже забили или взяли какого-то фрилансера. А на этом у меня, в принципе, все. Всем огромное спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи и пока.